Калужская область, несмотря на все притоки инвестиций, все-таки не дает такого темпа экономического роста, как хотелось бы. Связано это с нарастанием долга в Калужской области. Насколько это опасно, вот этот темп роста долга для экономики в целом? Как вы оцениваете, как экономист? Я считаю так, что, во-первых, я отмечаю успехи Калужской области. Я приношу мои поздравления господину Артамонову. Но всему бывает конец. Сейчас та обстановка, в которой начиналось ускоренное развитие Калужской области, изменилась. И поэтому надо несколько сократить аппетиты и исходить из того, что сегодня вы можете питаться тем, что к вам приносят инвесторы. И подождать, привлекать их новыми государственными инвестициями. В общем, я бы сказал, режим экономии и расходов из местного бюджета, таким, который по силам хозяйства области. То есть сейчас грандиозные какие-то страны? Не надо, не надо. Вот всякий раз, как только начинают говорить, что вот там мы сейчас взорвем чего-то такое, и из-за этих взрывов появятся новые какие-то достижения и так далее. Взрывы, как правило, разрушают. А что касается вот этих институтов по Калужской области, к сожалению, политическая конкуренция не очень на высоком уровне. Это я хорошо знаю по вашему же Артамону. Мы же ним знакомы, он даже мне показывал кое-какие услуги в свое время, я очень высоко их ценю, но все-таки, значит, не надо требовать от него, чтобы он стал лучше. Но просто обстановка в стране должна быть другой. Это определяется не только желаниями калужского народа, а еще и обстановкой в стране. А вот эти западные производства, это риск в данном случае? Для вас пока особого риска нет. Спасибо.